Рекламно-информационная программа. Ну, как настроение там у нас в филармонии царит? Настроение предновогоднее, праздничное и рабочее в то же время, да, безусловно. Все сливается в одно. Ну, чувствуете какую-то суету вот накануне Нового года? Вы знаете, я даже не называл бы это суетой. Это, скажем так, такие предпраздничные хлопоты. Их много. Они, скажем так, разноформатные хлопоты. Но, тем не менее, это приятно, потому что, на самом деле, как говорят, наверное, самый лучший, самый волшебный праздник. Он приближается, и все равно в душе, я думаю, у каждого ощущение этого, безусловно, есть. А итоги года подводится в филармонию обычно? Или как? Или обходится без этого? В принципе, творческий состав живет концертными сезонами. То есть сезон у нас открывается в октябре, закрывается в мае, как правило. Ну да, с календарным годом он не привязан. Календарный год подводится, скорее, финансовые итоги. Да, но мы сегодня не об этом говорим. Поэтому мы живем сезонами, и Новый год у нас самый пик сезона. Это центр, некий экватор концертного сезона. Давайте сразу скажем, что 28 декабря, к примеру, в филармонии будет новогодний голубой огонек. Формат, я думаю, известен каждому, да? Привычные словосочетания. И мы, кстати, пригласительные на этот новогодний голубой огонек обязательно разыграем. Ну, давайте поедем с мероприятий ближайших. Давайте пройдемся по ним. С чего начнем? Ну что ж, коль вы начали с голубого огонька, я тогда продолжу сейчас про 28 декабря. Уже далеко не первый год к нам приезжают солисты фонда «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе. Это лучшие исполнители, певцы, имеется в виду и мужские голоса, и женские, которые выступают, исполняют самые различные произведения. Но в данном случае, конечно, тематика новогодняя. Приедут к нам в этот раз три певца. Это Галина Сидоренко, солист Комариинского театра, Андрей Бреус, баритон, солист театра Новая опера и Государственного академического Большого театра России. И Антон Иванов, тенор, солист театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Вот эти трое артистов будут выступать в сопровождении Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шалябина под руководством заслуженного артиста России Александра Чубарова, совершенно верно, да. Программа этого концерта, я получил буквально ее на днях уже окончательный вариант. Скажу такую вещь, что нет ни одного произведения, пожалуй, которое не знал бы широкий круг слушателей. То есть это очень популярная музыка, праздничная музыка, еще раз повторюсь, предновогодняя музыка. То есть это киномузыка. Безусловно, безусловно. Потому что фильмов масса, связанных с Новым годом. Да, и после этого у нас традиционно танцевальная программа, фойе, то есть действительно это вечер отдыха. Еще раз напомним, какое это число. Это 28 декабря, 18 часов. Называется «Новогодний коктейль». «Новогодний коктейль». Вот так назвали в этот раз артисты свою программу. Так, хорошо, светили это мероприятие. Давайте дальше пойдем. И я хочу сразу напомнить, что сегодня в розыгрыше пригласительный на это мероприятие у нас будет разыгрываться. «Таланты мира». Да, «Таланты мира». 22 декабря, 18 часов, концерт вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Гитары или сердца? Ой, сердца, я прошу прощения, поющие гитары. «Поющие гитары» коллектив, который... Ну, извини, «Поющие сердца» в свое время тоже был очень популярный коллектив. Что ты, что ты? А кто раньше? Ну, раньше-то, конечно, гитары появились. Гитары были. Да, совершенно верно, «Поющие сердца», вокально-инструментальный ансамбль, известный в нашей стране, еще в Советском Союзе. Вот, и песни прозвучат, любимые, известные. Даже наши слушатели... Я сейчас что-то не вспомнил сразу. Ну, название «Кто тебе сказал», например. Ну, «Кто тебе сказал», да-да-да. «Попридумал, что тебя я не люблю». Вот они, артисты, дадут нам, что называется, концертную программу. Мы будем наслаждаться песнями старыми, в том числе и советскими. Живой звук будет? Да, живой звук. Ну, традиционно, по-моему, в нашем городе любят ретро-музыку. Это, на самом деле, здорово, потому что песни тех лет, они же классные песни, на самом деле. Безусловно. Безусловно. В музыкальном отношении довольно... Мое мнение такое, что деградация некоторая происходит в популярной музыке. Вот в то время это было золотое время. Когда хиты умудряются делать на одном или на двух аккордах сейчас. Нет, ну, дело не в количестве аккордов, слушай. Здесь дело вкуса. Ну, вот советская музыка, вообще весь пласт советской музыки. И да, мы сейчас абсолютно абстрагируемся от каких-то политических мировоззрений. Нельзя не признать то, что действительно это вечно. То есть это уже практически классика. И на самом деле достаточно много слушателей являются поклонниками именно этого жанра. И на концерты ансамблей, ну, вот подобного рода, да, именно с ретро-песнями. Обычно слушатели ходят, и это очень интересует. Вы в курсе, там много из оригинального состава-то приедет? Ну, вы знаете, насколько я знаю по письмам, по переписке, да, и по афише, в основном оригинальный состав приедет. То есть много еще. Бывают, случаются замены накануне, там, и с болезнью артиста, еще с какими-то... Там возраст все-таки, возраст все-таки уже, да. Поэтому тут уже, что называется, поживем, посмотрим. И пригласительный на этот концерт 22 декабря в 18.00 мы тоже разыгрываем сегодня. Если вы позвоните по телефону 211-101, правильно ответите на наш вопрос. Розыгрыш мы начнем чуть позже, да. Продолжаем. Ну что ж, я хочу отдельно остановиться на программе для наших маленьких слушателей. Уже много лет мы в филармонии под Новый год ставим мюзикл. Ну, значение, я думаю, нашим слушателям понятно, слово мюзикл. Вот, но у нас есть некое ноу-хау. Впервые в Кирове мы сделали живой звук, в принципе. То есть у нас действие идет не под запись, под фонограмму, имеется в виду, либо оркестр, либо какой-то группы, да. У нас разбирается оркестровая яма, которая, к счастью, в филармонии оборудована которой, и туда садится живой симфонический оркестр. Симфонический оркестр. Малый состав, правда, потому что яма не позволяет вместить 50 человек, но полноценный состав, то есть все голоса симфонического. Но без потери качества, так сказать. Абсолютно без потери качества. То есть и музыка пишется специально под этот мюзикл. Как правило, оркеструет произведение главный дирижер Константин Александрович Маслюк и дирижер Прохор Владимирович Паратасов. Оркестровки, партитуры пишут. Они к этому спектаклю на сцене происходят действия. А музыка? Музыку мы берем. Мы не пишем специально музыку для спектаклей. Мы берем популярные песни, детские песни. Но, тем не менее, хочу подчеркнуть, и год, что называется, за годом я убеждаюсь в том, что взрослым это не менее интересно, чем детям. Поэтому, когда мы сейчас даем анонсы, я говорю всегда дети и их родители. То есть семейный такой вариант. Да, да. Недаром вот сегодня я принес в эту студию пригласительный билет именно на семью. Папа-мама и из расчета двое детей. Да, четыре человека. У кого больше, у кого меньше, уже простите. Но вот такой средний, что называется, вариант. Папа-мама, двое детей. Да, четыре человека. То есть это поход в филармонию на детский спектакль для всей семьи. Все хорошо, еще не прозвучало название. Название, которое мне крайне понравилось. Вот честно скажу. Название этого спектакля «Новогоднее приключение щенка по имени Бублик». Вот так называется этот спектакль. Если у меня будет щенок, я назову его Бублик. Перед началом программы Андрей Александрович раскрыл секрет, почему Бублик, потому что у него... Хвост Бублика. Хвост. Хвост такой. На самом деле у многих собачек хвост Бубликом, но в новом-то ведь не приходит. Ну а вот... И что там за произведения прозвучат? Можем об этом уже сказать? Произведения для спектаклях детских пишут. Вот сколько у нас их было уже, сколько лет пишет Елена Армановна Преснецова. Она же является и постановщиком драматического, так сказать, части действия. И сюжет, знаете, очень добрый. Скажу буквально в двух предложениях. Одинокий бездомный щенок находит котенка друга. Распоминается известный мультфильм. Это какой мультфильм? Котенок по имени Гав. А, точно, конечно. Да-да-да. Вот. И вместе, ну, что называется, они начинают дружить, вместе попадают в разные ситуации, совершенно достойнейшим образом из них выходят, и в результате побеждает добро. И наверняка находят хозяев себе. В итоге. Они находят друзей себе. Друзей. Они находят друзей себе. И главное, как я бы определил в этой сказке, это именно доброе начало. То есть вот именно, я даже вот не буду говорить, может быть, некими пафосными фразами, что добро побеждает зло там, или что-то в этом духе. Это действительно добрая музыкальная сказка. Добрая. Ну, а в целом, такой спектр чувств, которые зрители могут, там, будут испытывать. Это где-то веселые моменты будут, грустные моменты. Безусловно, конечно. Ну, там, если будут приключения, то, может быть, какие-то и страшные моменты даже. Да, ну, приключения, конечно. Конечно, уже само название подразумевает под собой, да, некие интриги, может быть, какие-то загадочные ситуации. Но, тем не менее, все закончится хорошо. Мы разыгрываем... В Новый год по-другому и быть не должно. Да, безусловно. Мы разыгрываем билеты на этот мюзикл 4 января в 14.00. Новогоднее приключение щенка Бублика. Но это не единственная дата. Это не единственная дата. Начинаем премьерный показ у нас 30 декабря. В предпоследний год. В 11 часов, да. И 3, 4, 5 января в 11 часов и 14 часов. Мюзиклы, вот эта филармония, они традиционно пользуются спросом, да? Вы знаете, да. У семей. Да. С тем, что, как я уже сказал выше, это проходит уже несколько лет. Первый раз мы, во-первых, сами очень волновались, боялись, как это будет. Потому что все равно, так или иначе, это претензия и совершенно конкретная претензия на музыкальный театр. Вот в городе у нас нет музыкального театра. Почему я и сказал ноу-хау? Потому что впервые мы рискнули это сделать. Тоже вполне полноценный музыкальный театр, получается. Да, да, да. Мы волновались. Но как-то, вы знаете, вот я уже с уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день мы уже имеем своего слушателя, который придет к нам уже гарантированно. А идеи от кого исходили? Как-то вы... Вы знаете... Вместе к этому пришли с коллегами. Вместе к этому пришли, да. Мы пришли к этому вместе. Потому что раньше мы делали, ну, скажем так, по старинке, как это обычно делается, записывается музыка. И под музыку, ну, что называется, уже происходит действие на сцене, да. Вот. Но в чем прелесть музыкального театра? В чем суть вообще музыкального театра? Что это разрождается здесь и сейчас. Все вместе. Потому что вы прекрасно понимаете, если включишь фонограмму, она сыграет сто раз одинаково. Сто, двести, сколько угодно, пока не сломается устройство, которое ее проигрывает. То есть каждый показ уникален. Вот. А здесь, да, каждое представление... В следующий раз уже будет иначе. Да, в следующий раз иначе. Ну, вот не то, что это по-другому. Все равно это будет... Конечно, по-другому все равно, и у артиста другое настроение, да, и звук другой. Какое-то настроение, душевное состояние, это будет другое. Каждый конкретный музыкант там где-то громче сыграет, да, где-то тише в следующий раз. Такие эмоциональные очень акценты. На мой взгляд, это дорогого стоит. Именно. И самое главное, что вот эти эмоции, которые именно рождаются, они передаются в зал. То есть и слушатель, сидя в зале и смотря, допустим, этот спектакль, он тоже несколько иначе все это переживает. Потому что, ну, все мы живые люди. И некие, ну, не очень, может быть, люблю это слово, флюиды, да, они передаются со сцены, из оркестровой ямы, они передаются в зал. Так, нам пора сделать небольшую паузу. Андрей Сандалов, художественный руководитель Левецкой филармонии, рассказывает нам о мероприятиях, спектаклях, концертах, которые будут в ближайшие дни в нашей филармонии. Мы розыгрыш начнем очень скоро уже. Культ поход. Давайте добавим, раз, может, тут про бублика говорили, вы хотите что-то добавить, Андрей Александрович? Там сюрприз какой-то будет, да? В этом году впервые мы сделали, ну, как сейчас молодежь выражается, некую фишку. После спектакля, а после спектакля, как правило, у нас еще интермедиа в фойе, то есть примерно минут на 30-40, хороводы вокруг, елки, игры, ну, и свой сценарий на самом деле, где тоже присутствуют персонажи, которые были в спектакле. Но после того, как закроется занавес на сцене в концертном зале, мы хотим каждый спектакль провести розыгрыш. Три наших спонсора предоставили нам подарки для наших маленьких слушателей. И розыгрыш происходит по билетам. По местам. По местам, да. То есть там, условно, амфитеатр, ряд, такое-то место, такое-то. Все бумажки с номерами мест. С номерами, да, с обозначением мест, они находятся в барабане. Я думаю, что мы вызовем независимого человека из зала, чтобы не подумали, что мы здесь куда-то подсадные, да, то есть любой, кто захочет, выйдет. Мы расходим барабан, он достает, соответственно, человек, который играет, достает бумажку, озвучивает, что называется. Ну, и дальше вот спонсоры наши, это Юркин парк, музей истории мороженого Артику и шоколадная фабрика Креолла. Ну, соответственно, это возможность будет посетить эти вот упомянутые учреждения. Ну, интересно. Любопытно, очень интрига, опять же, в том-то и дело. Не просто так сидишь, а вдруг повезет. И это будет делать Дед Мороз. Проводить розыгрыш, и уже дальше Дед Мороз пригласит всех присутствующих в фойе второго этажа, где, как я вам уже сказал, будет происходить еще один небольшой спектакль, но уже вокруг елки. Так, хорошо, мы сейчас дадим возможность Андрею Александровичу немножко передохнуть. Нам нужно озвучить призы. 211 и 101, внимание. Что мы сегодня разыгрываем. Итак, Драматический театр, наш любимый, Киров, Точка, Лес, это завтра, 16 декабря, 17.00, и Ханума, в воскресенье, 17 декабря, 17.00. Ограничения у первого спектакля 18+, у второго 12+. Либо в Театр Наспаска, и вы можете выбрать билетик в случае правильного ответа. Это премьера «Тайна волшебной страны», 3 января, 2 часа дня, 6 плюс ограничения, детский, музыкальный. Мы рассказывали о нем, кстати, тоже в культпоходе. У нас есть пригласительный в кинотеатр «Смена или дружба», но на любой фильм, который вы выберете. Теперь книги. Книги. У нас книг много. У нас книги от магазина «Читай город», «Майя кучерская», «Ты была совсем другой», «11 городских историй». Вот я хочу показать эту красивую книжку. Удивительные истории с настоящими героями, судьбами, болью, радостью. 16+. Том Нилон, «Битвы за еду» и «Войны культуры». Роскошная книга совершенно, вот посмотрите, если кто смотрит. Прекрасный иллюстрированный кулинарный детектив. Кулинарный детектив. С элементами энциклопедических сведений. Читайте, вы узнаете, к примеру, как лимонад спас Париж от чумы, как выглядел ужин в средневековой Европе, как появились бульонные кубики, или как ужин способствует началу революции и многое другое. Ух, какой, хоть не ужин, и после этого, да. Есть книга Виктора Петровича Савяных «Салют-7. Записки с мертвой станции». Я не думаю, не надо рассказывать о том, о чем эта книга. Представлять. Это книга 16+. Это очень классная книжка вообще. Эти и другие книги, да, вы можете найти на Преображенской 65 и на Ленина 103А. Соответственно, театр Уиклю. Да, пригласительный билет на выставку Пирелли на три персоны. Это в выставочном зале художественного музея на Короле Липнец-71. Пригласительный на двоих на выставку Анатолия Белика в выставочном зале художественного музея на Короле Липнец-71. Ну, еще раз повторимся, да, призы от филармонии 22 декабря, 18.00 «Поющие сердца», 28 декабря, 18.00 «Таланты мира», 4 января, 14.00 «Мюзикл «Новогодные приключения щенка Бублика» на четверых разу. На семью. Да, на семью. И новогодний «Голубой огонек» еще у нас имеется. А это и как раз и есть «Таланты мира» 28 декабря, 18.00. А, да, простите, да. Это вот так называется. Пожалуйста, давайте. Ну что, задайте слушателям вопросик. Пытать или не пытать очень. Ну что ж. Опять-таки, так как я из организации музыкальной, вопросик у меня будет музыкальный. Как мне кажется, не очень сложный. Вот мы говорили сегодня о музыкальном театре. Соответственно, певцы, артисты, мужчины и женщины, то есть женские голоса и мужские голоса. И вот сейчас я попрошу наших слушателей назвать женские голоса, как они называются, от самого высокого до самого низкого. Их на самом деле всего три. Что, на самом деле вопрос не самый сложный. Да. 211-1 разновидности женских голосов. Женского вокала. От самого высокого до самого низкого. Всего их три. Ну, можно и наоборот. От самого низкого до самого высокого, я думаю, это ответ властер. Если так проще, удобнее. В любом порядке. Их всего три. То есть назвать три голоса женских. 211-1 ждем ваш. Давайте вместе разбираться. Ну, я думаю, сейчас люди уже... Как мы говорим обычно... Как мы говорим, открывашки, открытие сейчас будем делать. Да. Не успел я сказать, что сейчас все прилинули гаджетом, как уже люди... Уже отвечать готовы. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей Жигалин. Андрей Жигалин. Андрей Жигалин. Ну, ясно, Андрей Жигалин. Ну, что, Андрей? Давайте ваш ответ. Так, сопрано, мессо-сопрано и, я так понимаю, дисконт. Что последнее было? Дисконт. Нет. На последнее название неправильно. Так. Пять секунд на подумать. Самый низкий женский голос. Остался самый низкий женский голос. Контральта. Совершенно верно. Контральта. Я уж думаю, в кои-то веке, Андрей, у нас неправильный ответ, а? А вот фигушки. Да, фигушки, да, понял, спасибо. Ну, хорошо, давайте вперед, выбирайте, куда пойдете. Или книжку. Или книжку. Так, а вот на Спаску какого числа? Театр на Спаску имеется? Третьего января в два часа. Нет, тогда новогодний коктейль. Новогодний коктейль. Они же таланты мира. Он же голубой огонек. 28 декабря, 18.00. Готовьте стихи, Андрей, про Новый год, да? Угу. Ну, все, спасибо большое. Я не хочу трубочку вам объяснять, как получить ваш пригласительный билет. Отлично. Запомнили. Разноюности голосов, да. У меня голос про голоса. У меня сегодня не буду долго рассказывать. Сегодня будет звучать музыка группы Битлз. Я буду просто спрашивать, кто эту песню конкретно поет. Четыре варианта ответа всегда. Джон, Джордж. Пол. Или Ринго, сам забыл. Ну, и все, давайте первый пример. Простая старая песенка Ролова Битховен, да. Кто-то вот ее один из четверых поет. Четыре варианта ответа, поэтому угадать всегда можно. Ну, вот уже желающая есть ответить Владимир. Нет, подождите, а как обычно подписывается песня Битлз и название композиции? Или подписано, кто конкретно исполняет? Ну, если кто-то держал в руках винил, на виниле всегда написано, кто поет конкретную песню. А, понятно, понятно. А во-вторых, как бы тембры достаточно разные, хотя иногда сложно довольно. Ну, здесь есть желающие ответить уже. Добрый день. Добрый день, Николай меня зовут. Николай, да. Две попытки у вас. Я так думаю, это Ринго Стар. Так, первая попытка неудачная. Осталось три имени. Ну, тогда, думаю, Пол Макарни. Так, значит, все. Все, к следующему будет легче отвечать. Вы, к сожалению, ответили неправильно. Увы. Вот. Остался Джордж, остался Джон. Джон. Он-то из них эту песенку пел. Джон. Причем самое интересное, да. На самом деле, когда они были молоды и играли в Гамбурге, то ее пел в основном Джон, потом надоело. Надоело эту песню петь просто. Ну, надоело. Они постоянно ее пели. Ролл о Бдыховен. Популярная песня. Он отдал ее другому исполнителю. Вот следующий желающий. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте. Да, как вас зовут? Наталья. Наталья. Да, Наталья. Участница постоянная тоже. Джордж. Совершенно верно. Это песня Дарья Джорджу Харрисона. Он сказал, что ты там стоишь с гитаркой своей, ковыряешься. Пойка лучше. Ему, кстати, было очень трудно. Они когда записывали ее, они загнали ритм. Там быстро очень стали играть. Парень едва усплевал буквы произносить. Но ничего в итоге получилось. Нормально не сбился ни разу. Вы совершенно правильно ответили. Наталья, выбирайте. Что хотите получить? 21 числа. Филармония. Поющие сердца. Поющие сердца. Да, да, да. Ну, кто тебе сказал? Отлично. Не кладите трубку. Да, еще раз нашим редакторам пообщайтесь. Расскажут, куда нужно прийти за билетами. И перед рекламой. Да, перед рекламой. Я успею задать вопрос. Сегодня Международный день чая. У меня сегодня вопросы с чаем будут связаны, с вашего позволения. Чай, как известно, самый популярный напиток в мире. Номер два в этом списке. Кто? Какой напиток? Что, вернее, никто? После чая? Да, после чая. Но тут, видимо, у каждого свой должен быть ответить. Ну, вот я об этом прочитал, я, честно говоря, не очень удивился, но, в принципе, любопытно. Чай самый популярный напиток в мире. Это вопрос, напоминаю, в честь Международного дня чая, который сегодня празднуется. Кто менее популярный и на втором месте? Кто на втором месте популярности, да. Две попытки у вас будет. Мы одной попыткой не ограничиваемся. 211-101, давайте. Зато можем узнать вкусы наших слушателей, да? Интересно. Тем более, что для кого-то может быть и не чай самый главный напиток. Так у нас жизнь такая в России. Ну что, Владимир? Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Надежда. Надежда, ну давайте, две попытки у вас. Попробую. Второй любимый напиток — это кофе. Популярность. Увы, энциклопедии не кофе. Там имеют в виду на втором месте. Ну, как бы, логичный ответ, но... А, варианты? Варианты? Да. Нет, давайте без вариантов попробуем. Вот ваш вариант. Кстати, пятничный вопрос. Тогда сладкие напитки. Сладкие? То есть газировка как-нибудь, лимонад? Нет, к сожалению, неправильно. К сожалению, неправильно. Да, ну давайте еще будем ждать желающего ответить на этот вопрос. Второй по популярности напиток в мире. Вопрос пятничный подсказывает. Вот конец недели, там можно расслабиться, вот так подскажу. Ну, сейчас уж прям откровенно подсказал. Ну, ты почти уже все сказал, да. Ну, там тоже есть выбор. Да. 211-101. Ждем. У нас призов огромное количество. Мы сегодня вряд ли все успеем разыграть. Ну, обычно мы не успеваем. Да. Алло. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Денис. Давайте, Денис, сходу правильный ответ. Я думаю, что это вода. Нет. Ну, как? Вода не является напитком. Ну, воду, конечно, пиво. Это жидкость. Тогда пиво. Во, вот это правильный ответ. Представляете? Пиво второй популярности напиток в мире после чая. И только потом уже там кофе и так далее. Если учесть, что пиво появилось раньше чая, что ж удивительного. И спасало, кстати, тоже людей от чумы. Несло такую благую роль. И в зару тоже. Да, да, да. Ну что, куда хотите пойти или книжку, может, хотите получить? Так, а какие варианты есть? Так много вариантов. Давайте определимся. Например, в театр можете пойти или на выставку. Вот в театр хотите. Или в кино. Или в кино хотите. Кинотеатр, смена или дружба. Пойдете в кино? На любой фильм, любой сеанс. А в филармонию нет билетов? Да почему? Есть. А у нас остались только... Новогодние приключения щенка публика у нас. На всю семью, на четыре человека. На всю семью, да. Семья у вас большая. Пойдите 4 января. Давайте. Давайте. Отлично, отлично. Вот. Андрей Александрович, разобрали все билеты. Четыре места. Это великий, большой очень санс выиграть лотерея. Сразу четыре места. Да. Поздравляем вас. Не кладите трубку. Пообщайтесь с нашим редактором. Ну, а мы быстро на рекламу и продолжим наш разговор. Еще про костел нужно еще поговорить. Да, как подразделение, так скажем, да, филармонии, подведомственное учреждение. И скоро вернемся. Культ поход. Много мы уже чего успели осветить. Я имею в виду мероприятия, концерты, мюзикл даже, филармонии. Все это в ближайшие дни. Более того, мы уже успели разыграть все пригласительные билеты, которые были в филармонии. Вообще мгновенно, да, как корово языком слезнуло. Да, но у нас еще есть театр, у нас еще есть выставки, у нас еще есть книжки, у нас еще есть кино. Так что билетов много. Но перед этим все-таки давайте, Андрей Александрович, вы расскажете о том, что будет проходить еще и в костеле в ближайшее время. Как вы знаете, уже несколько лет концертный зал органной и камерной музыки является подразделением филармонии, чему мы очень рады. В пользу случая я передаю привет своим коллегам из Александровского костела. А что ты придаваешь, тут дайте три минуты. Ну, тем не менее, это быстрее. Зайдете потом, после чего. Он уже долетел. И, безусловно, костел, наше подразделение тоже готовится очень активно к Новому году. У них тоже традиционные музыкальные спектакли, которые идут под орган. Это тоже своего рода ноу-хау. Потому что в Кирове больше такого нет. Да и не в каждом городе это есть. Не только в Кирове. Там небольшой концертный зал. Он вмещает, безусловно, небольшое количество публики. Но, тем не менее, совершенно полноценные музыкальные спектакли артисты Александровского костела могут себе позволить поставить. И спектакли эти начинаются уже буквально в ближайшее время с 24 декабря по 8 января. Там будет достаточно много спектаклей. Очень большой популярностью они пользуются. Билеты практически уже все разобраны. Так что, уважаемые слушатели, я прошу, если кто имеет такое желание посетить сказку в Александровском костеле, пожалуйста, поторопитесь. Также после Нового года, 3 и 4 января 2018 года, в костеле пройдут рождественские вечера. Там будет звучать арфа и орган. Будут две одинаковые программы, 3 и 4. Музыканты наши? Музыканты московские. Надежда Сергеева, арфа и Олеся Каравченко, артисты из Москвы. И хочу добавить, что 10 января в филармонии, в Большом концертном зале, тоже состоится рождественский концерт, в котором будут принимать участие артисты и творческие коллективы Вятской филармонии. Отлично. Вот такая программа. Выбирайте, куда вам филармонию в Александровский костел. Или туда, и туда. Или туда, и туда лучше всего, да. Богатая программа, да, действительно. Давайте продолжим розыгрыш. Еще один вопрос. Нашим слушателям. Ну что ж, дорогие друзья, коль сегодня мы говорим о музыкальном театре, и первый вопрос был связан с женскими голосами, как вы думаете, каков будет мой второй вопрос? Я не задаю это как вопрос, я его озвучиваю. Пожалуйста, будьте так добры, назовите мужские голоса с самого высокого до самого низкого. Мне тут, честно говоря, полегче. Ну как тебе сказать? Да, и тут тоже есть соня маленькая. Тоже трое. Тоже три. Ну вообще их, вы знаете, пять. Пять вообще-то. Ну можно сказать четыре. Можно сказать пять. Вот желающие-то уже есть. Ну давайте. Давайте слушаем. Хорошо было бы, если еще слушатель продемонстрировал нам, да. Все пять, да? Все пять. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, ну давайте вперед. Откуда снизу? Голоса, да, мужские? Да, мужские, да. Тенор, альт, фальшет. Еще один, да? Не знаю. Вы называете. Вы за рулем. Я за рулем еду. Так, тенор, альт, фальшет. Фальшет, это, наверное, трясняков, да, Володя? Фальшет. Тенор, баритон, конечно, баритон. Еще один. Еще один, да? Ага. Так. Еще один. Может какая-нибудь подсказочка? Наводящий вопросик? Да короткое слово из трех букв. Простите. Приходит другое, но он, конечно. Сейчас я попробую собраться. Так. Бас, конечно, бас. Ну вот, я имел в виду. Ну а сейчас, Андрей Александрович, вынесет свой вердикт, насколько это было. Вы знаете, к сожалению, вы сказали не совсем правильно. Во-первых, вы назвали, не назвали, точнее, самый высокий мужской голос. Во-вторых, альт, это не мужской голос. Так, женский? Нет. Ну, альт, это, в принципе, тип женского голоса. Ну, смотрите, ну, тенор, баритон, бас. Тенор, баритон, бас. Это правильно. Это правильно. Но есть, вот, я говорю, можно, так сказать, ограничиться самым низким голосом, басом, хотя есть еще ниже голос. А, низкий? Еще есть ниже голос, да. Но самый высокий вы не назвали. Самый высокий. Самый высокий мужской голос. А фальцет, это вообще, что называется, не стойпер. Это другое. Ну, ладно. Давайте с нисходительными будем, боже мой. Большинство все-таки из пяти названо. Три из пяти названо. Давайте озвучим. Самый высокий, самый высокий. Может быть, контр, контр, альт? Ну, почти, но не альт. Альт, не мужской голос. Я еще раз повторюсь. Если у нас тенор высокий, то, ну, самый высокий... Контр тенор. Ну, конечно, контр тенор. Ну, давайте будем считать, что выиграли просто для сведения. А самый низкий? Самый низкий бас Профунда. Он поет еще на октаву ниже, чем бас Профунда. Вот. Поэтому, ну, будем считать, что вы на вопрос ответили. Такое ощущение вот этих вот крайних голосов. Их вообще, в принципе... Профундец, это положение из глубины. Там это вообще кошмарно. Вот этих крайних голосов обладателей мужчин. Крайне редко, да. Вот мало, да, об этом хочу сказать. Крайне редко, но тем не менее, подразделение такое существует. Природа как-то вот там, да, у человека должна... В общем, мы признали вас победителем. Ладно, давайте, выбирайте, что хотите. Ну, если можно, напоющие сердца. А нет, уже билишков напоющие сердца. Уже кончились. Тогда у Афганистов осталось... Из ферамонии ничего не осталось. У нас есть кино, есть театры, есть книги. Театры какой-то у меня... Ребенку четыре годика сыну. Театр, давайте... Ой, отлично, вот. Премьера «Тайна волшебной страны» 3 января в 2 часа. А где? В Тюзе. В театре на Спасской. В театре на Спасской. Ну, сходим, конечно. 3 января в 2 часа. А вот вы сейчас пообщаетесь с нашим редактором в эфире, чтобы время нам не терять. Николай, следующий вопрос. А у меня опять вопрос простой. Кто из четверки Битлз поет вот эту песню, которая сейчас прозвучит? Ну и четыре варианта ответа, как всегда. Джон, Пол, Джордж или Ринга, в общем-то, угадывайте. Пожалуйста, у вас есть прекрасный шанс. Две попытки на каждого. Да, две попытки. Соответственно, первый больше рискует дозвонившийся, оказаться. Ну, в принципе, шансы у всех равны. А во-вторых, я все-таки думаю, довольно-таки просто. В данном случае очень просто. Что за песня? Давайте про песню расскажем. Песня Джулия. Джулия. Это песня 68-го года. С белого альбома, так сказать. Очень интересная по тексту. Очень красивая по гармонии. Вот уже желающая песня. Джулия — это девушка возлюбленная? Там очень сложно сказать, что она. Там есть всего по чуть-чуть. Но это уже отдельный разговор такой. А, так собирательный образ какой? Собирательный некий образ, да. Одновременно и тетушка, которая воспитала исполнителя, и его возлюбленная тоже тут присутствует, как океанское дитя. Есть желающие ответить уже? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто что-то поет-то у нас? Как вас зовут, вернее, сначала? Ой, да. Елена. Елена. Кто что-то поет? Попытка номер один. Пол. Так, Пола отметаем. Это не Пол. Мимо. Остались Джон, Джордж и Ринга. Джон. Вот теперь все правильно, а ты говоришь, что первого шансов мало. Прекрасно. Отлично. Конечно. Поздравляем. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Что бы вы хотели получить из того, что у нас осталось? В кино. В кино? Прекрасно. В кино есть у нас еще. Пригласительная в кинотеатр «Смена или дружба» на любой фильм, на любой сеанс. Пригласительная в кинотеатр «Смена или дружба». Не кладите трубочку, вам объяснят, как получить пригласительный билет. Так, продолжаем. Про Международный день чая, да? Да. Такая легенда мне попалась. Занятная такая. Легенда это говорит. Там конкретная страна европейская даже не упоминается. В общем, когда много-много лет назад чай в Европу завезли, не знали, что с ним делать. Его не заварили, а что-то из него приготовили. Какое-то блюдо. Вот что это за блюдо? С чего начали знакомство с чаем в Европе? Да. Есть такая легенда, оказывается. Не заварили, а что-то приготовили, и якобы какому-то одному из европейских монархов это все на стол поставили еще. И остались живы после этого? Не знаю. Тогда порядки лютые были, могли ведь и налететь. Да. Ну, давайте вместе подумаем, что можно приготовить из этого всего. Так чай-то был в каком виде? Ну, чай это растение, да? Я понимаю, я знаю, что такой чай просто вопрос такой, что им привезли-то в Европу, что там свежие листья или сушеные уже, вот уже сферментировали. Вот это не знаю, к сожалению. Ну, смотрите, будем исходить из того, что чай это растение. Что мы готовим из растений обычно? Ну, правильно, да, уже подсказывают? У нас есть желающие уже угадать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Михаил. Михаил, да. Что мы обычно готовим из растений? Ну, я думаю, что салат. Правильно. Вот есть такая легенда, из чая приготовили салат там. Сомнительное удовольствие, да? Не знаю, не пробовал. Я попробую, слушай, в конце концов, да? Что съел монархов? Где только найти достойчивый чай. Зеленый чай, не ферментированный еще. Да, не ферментированный, не высушенный, да. Отлично. Куда пойдете, что выбираете? Или книжку? Кино осталось или нет? Нет, кино, к сожалению. Кино, кино кончилось. Кино больше не будет. Ну, давайте книжку тогда. Книжка. Какая? Майя Кучерская, ты была совсем другой. Том Нилан, Битва за еду и Войны культуры. Отличная книжка, кстати. И Виктор Савиных, салют, семь записки с мертвой станции. Наш земляк. Да, я понял. А Битва за еду же... Это очень красивая книга, это история, это кулинарный детектив с элементами энциклопедических сведений. Рекомендуем, на самом деле. Очень красивая книга, очень красивая. Как лимонад спас Париж от чумы, как выглядел ужин в средние века в Европе, как появились бульонные кубики, как ужин способствует началу революции. В общем, такая научно-познавательная, ну, не только научно-познавательная в основном книжка. Очень красивая экстазия. Правда, очень красивая. Берите, не пожалеете. Да, 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 возьму. Все, все, отлично. Не кладите трубочку, объясняют, как вы получите эту книжку. А между тем, у нас и время-то уже культ похода. Как всегда пролетело, не успели оглянуться. Финальное слово, Андрей Александрович. Приглашайте в филармонию, чтобы не скучали люди в новогодние и предновогодние дни. Ну что ж, финальное слово. Безусловно, дорогие наши слушатели, я поздравляю вас от имени всего нашего учреждения Вятской филармонии с наступающим Новым годом. Как я уже сказал сегодня, действительно, самый лучший, наверное, праздник, праздник волшебный. Новогодняя ночь, когда загадывают желания, когда верят в лучшее, когда хотят, чтобы все, какая-то негативная информация, какая-то вообще происходившая осталась позади, чтобы она больше никогда не вернулась. Я желаю всем вам счастья, чтобы все ваши желания исполнились, чтобы вы были здоровы, вы и ваши близкие. И, конечно, я приглашаю вас к нам, в наш большой концертный зал, на наши мероприятия, в концертный зал органной и камерной музыки, на предновогодние-новогодние мероприятия. И еще раз скажу, я желаю вам, чтобы у вас все было хорошо. Счастья вам, большое спасибо. У вас тоже наступающих творческих успехов. И тоже, чтобы у вас все было хорошо. Балым вашим коллегам, да. Ну, я думаю, не знаю, встретимся мы еще до Нового года, но после этого Нового года точно и неоднократно. Обязательно и неоднократно. Спасибо большое. Завершается на этом культпоход. Андрей Сандалов, худрук, Вятская филармония. Спасибо, до свидания. До свидания. Всего доброго. Культпоход.